Добрый день, уважаемые телезрители! И снова с вами наша не совсем обычная передача «Вера и слово» и её ведущие и авторы. Протеерей, отец Дмитрий, настоятель храма Иоанна Предтечи. И писатель и журналист Юрий Маренис. Сегодняшняя наша передача будет посвящена Неделе Всех Святых. Так уже принято в православии, что через неделю после Троицы, после Пятидесятницы отмечают Неделю Всех Святых. Потому что Троица считается ещё днём рождения Церкви и её верные слуги, и её подвижники, на которых как раз и снизошёл Дух Святой, и составляют то, что мы называем Церковью. Впрочем, подробнее всё расскажет отец Дмитрий. Да, совершенно справедливо, Юрий Генрихович. Вы отметили, что после Троицы, на следующее воскресенье, празднуется Церковью память всех святых от века просиявших. То есть всех людей, прославленных и непрославленных, которые сподобились святости, сподобились Царствия Божия. Почему? Потому что это плод, плод Духа Святаго, сошедшего в день Пятидесятницы. Дух Святый, конечно, не мог оказаться бесплоден в людях, а люди явили образцы, примеры святости, которой мы, собственно, с вами все и должны стремиться. Вот вы говорите святость. Я прочёл у апостола Павла, что он вообще считает всех людей святыми, христиан в данном случае, поскольку мы ходим от Бога и приняли, так сказать, веру именно в Него. Но конкретно, что такое святость, батюшка? Вот, видите как. Это, на самом деле, на мой взгляд, сегодня самый актуальный вопрос духовной жизни. Совершенно правильно отметили, что апостол Павел, обращаясь к своим слушателям, к своим адресатам, он так и пишет. «Приветствуйте от меня всех святых». И таких-то, таких-то, таких-то. Кого-то перечисляет по именам. То есть в древности христиане друг друга даже именовали святыми. Друг друга именовали святыми. То есть святость была обыденным делом. Обращением. Обыденным обращением. Потом уже... Встречаю с соседом и говорю, приветствую тебя, святой Григорий. Ну, если христиане они были, то так они друг друга называли. Пойдём в общество святых, пойдём, где собираются святые. Святые сказали так-то, так-то. Со временем возникло самоименование христиане, но это уже несколько позднее. А изначально люди так, крещённые. Но, понимаете, в то время, во время апостола Павла, это первый век от Рождества Христова, церковь ведь жила в гонениях. Церковь жила на таком подчас нелегальном положении. Поэтому для того, чтобы стать христианином, человек должен был преодолеть очень высокий порог. Он должен понимать был, что в любой момент он может быть арестован, казнён и так далее. Поэтому вот этот высокий порог он и делал человека, собственно, святым. Да. Но, кроме того, вот, к сожалению, сегодня, видите, мы считаем, что обыденность – это обыденность, а святость – это святость. Произошло отделение обыденности от святости. И отделение это произошло, в первую очередь, конечно, внутри самого человека, в понимании, в понятии самого человека. Вот очень часто, я думаю, и вам приходилось слышать такое выражение. Ну, дескать, я же не святой. Ну, да, да, так надо поступать. Ну, я не святой, поэтому я не долг, я же не монах. Часто люди говорят так, правда, Юрий Генрихович? Правда, я сам говорю. Да, вы сами, да. Вот, но, то есть, о чём это свидетельство? О том, что произошло отделение внутри человека от понятия святости. А ведь святость – это то, к чему призван каждый человек. Ведь Христос так и сказал – будьте святы, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Апостолы дальше употребляют такие выражения – воля Божья есть святость ваша. То есть, оказывается, святость – это требование каждому человеку. Мы в прошлый раз, в прошлой передаче, посвященной Троице, как раз говорили о том, что снисхождение Святого Духа может быть и на современного человека. Я приводил даже примеры такие. Но это не значит, наверное, что если он испытал благодать, он стал святым. Он только прикоснулся к этому. Он только ощутил, что его вера не бесплодна. Я могу так сказать? Совершенно правильно. Его вера даёт какие-то результаты. По крайней мере, человек испытывает какую-то радость от того, что он верует. И вот вы сказали интересную вещь, что в прошлые времена, имеется в виду, когда только церковь появилась, то, конечно, чтобы стать христианином, надо было пройти действительно какие-то муки, надо было пройти какое-то чуть ли не подполье целое, потому что действительно над тобой висел меч наказания. И давайте вспомнить тех же всех святых, вот святой Себастьян, которого привязали к дереву и пронзили несколькими стрелами. И вообще в те времена, когда человек объявлял о том, что он верует в Христа, его никто не спрашивал его, во что ты веруешь? Сразу плётками, сразу гонение, лишение всего. И действительно, это надо было быть довольно смелым и отважным человеком, что уверовав, это ещё публично признать. Не случайно большинство святых в православной церкви – это мученики. Мученики, преподобно-мученики, это мученики в монашеском стане, священно-мученики. Батюшка, вот с этого места я прошу подробнее. А святые ведь не все одинаковые, особенно в православии. Они делятся на какие-то… На категории. На категории. Будьте добры, пожалуйста, расскажите нам. Да, существует несколько типов святости. Первый тип святости считается благоверные князья и княгини. Благоверные императоры, которые просвещали целые народы. Князья, которые создавали условия для спасения в целых обществах, в целых структурах, в целых государствах. То есть влияние сверху. Да, ну а христианство, как вы, очевидно, знаете, в IV веке получило свободу именно указом императора Константина. Это был первый благоверный как раз император, его мать родная Елена, прославленная вместе с ним. Не так давно, 3 июня, мы отмечали их память. У нас даже в Омске есть храм Константина и Елены. После этого типа святости идут святители. То есть это святые в епископском саде. То есть те, кто, опять же, окораблял большое количество паствы, подавал пример добрый, просвещал народы, крестил и так далее. И у нас очень много святителей за всю историю, конечно, христианства. Ну, самый известный святитель Николай Чудотворец, Спиридон Тремифонский, святитель Афанасий Великий. То есть очень много, большое количество, и у нас, конечно, в стране большое количество святителей. Следующая категория святости – это мученики. То есть те, кто был верен Христу даже до смерти. Те, которые претерпели страшные мучения. Если мученик в сане, то он священно мученик. Если мученик в монашестве, то преподобно мученик. А великомученик? А великомученик – это зависит от характера мучений. Если просто человека поймали и, грубо говоря, отрубили голову или расстреляли, то это мученик. А если его предварительно пытали, может быть, несколько дней… Вот святой Георгий считается великомученником. Даже после того, как он избавил мир от страшного чудовища… Это позднее. Это после того, как он уже был умучен, и он явился из рая прямо на коне и пронзил вот этого… Какая удивительная история. Но, видите, если говорить о святом Георгии Великомученике… Будьте добры, все-таки это мой покровитель. Да, названный победоносцем, то, понимаете, там в чем была тонкость? В том, что это был предводитель воинства, это был, ну, мы быстрее не сказали, генерал. Да, был человек, которому дано власть над людьми, и он эту власть испытал. И когда встал вопрос, выбор между Христом и тем, что у него есть властью, а император ему предлагал дальнейший еще карьерный рост, да, чуть ли не быть губернатором, там, руководителем целой провинции, и он был на это способен, конечно, то Великомученик Георгий избрал Христа. И вот в этом, возможно, и состоит еще доля его мучений, понимаете? Ведь не только отказаться от здоровья, но он отказался от целого благоденствия, от богатства, от всего остального. Ну, наряду с ним, кстати, Великомученик Дмитрий, мой покровитель, тоже из этой же категории святости Великомучеников. Следующая категория преподобные. Преподобные мужья и жены. Преподобные, значит, они уподобились Христу. Это монашеский чин. Причем монашеский, может быть, он и в мужском чине, и в женском. Вот, преподобные мужья и жены. Это монахи. Если преподобного замучили, то это стал преподобный мученик. Кстати, в средние века довольно много было мучений от варваров, монахов мучили. В советское время, вы знаете, в репрессии тоже пострадало очень много монахов, священников. Мы их называем новомученики. Но в чине поминовения они тоже и священномученики, и преподобномученики, и просто мученики, и так далее. Есть еще одна категория святости, очень любимая на Руси. Это блаженные и Христа ради юродивые. То есть люди, взявшие на себя добровольно подвиг юродства, то есть некоего сумасшествия, даже, как мы бы сказали, отречения, значит, даже до собственной личности. То есть человек настолько отрекся не только земного того, что он имеет, но и, собственно, личности. Ходили эти преподобные, жили как нищие, но, соответственно, тем не менее, они были святыми. И очень любят у нас на Руси эту категорию святостей. Василий Блаженный, вы знаете, Ксения Петербургская, Блаженная Матрона. Вот это все. Более того, я скажу, что ведь один из светлых праздников покрова Божьей Матери произошел от того, что юродивый увидел Богородицу, и она их с покровом шла. Да, да, да. Как раз в осенние праздники, говорят, снег падает на покров. Да, да. Ну и последняя категория святости – это праведные, праведные мужья и жоты. Вот их не так много в святцах, но, думаю, их очень много в жизни, потому что в мирском чине, когда человек не принял, например, монашество, но, тем не менее, он сподобился своей праведной жизни святости. Ну, знаете, вот мы говорили с вами о том, что святые бывают прославленные и непрославленные. Мы должны вот что понять. Если человек находится в Царстве Небесном, а мы всем желаем, да, Царстве Небесном, когда умирает человек, мы говорим, о, Царствие ему Небесное. Желаем, чтобы он сподобился рая. Но ведь мы должны понимать, что в раю-то кто находится? Праведные. И святые. Значит, мы уравниваем этого человека со святыми, находящимися в раю. Я же говорю, со святыми упокой. Со святыми упокой поем. Понимаете? А какое бывает несоответствие? Этот же самый человек, может быть, при жизни говорил, ну, я не святой, я не монах, и творил разные грехи, беззаконие и так далее. Так, значит, день всех святых-то должен быть наш всех день. Значит, мы должны увидеть в нем призыв к своему собственному исправлению. призыв к тому, чтобы мы стали святыми, чтобы вернулась святость у нас в повседневность, а не был я христианином только с девяти до двух, пока служба идет я в храме нахожусь. А вышел я из храма, и я снова стал обычным, так сказать, нищанином, потребителем и так далее. Батюшка. Я вот о чем хотел поговорить. Поскольку мы с вами тут перечислили имена некоторых святых, Георгия Победоносца, святого Дмитрия, люди, которые приходят в церковь, они порой не знают, кому поставить свечу. Да. Наша, понимаете, задача в том, чтобы мы помнили, помнили о святых, помнили о том, что церковь является врачебницей, врачебницей духовной, и что на каждое, по сути, наше немощь телесную или духовную, или, может быть, немощь духовной лени, да, на всякую немощь бывает помощь. Помощь от наших святых, которых, к счастью, много, и которые ждут, что мы будем к ним обращаться. А знаете, зачем прославляют святых? Зачем канонизируют святых? Канонизируют святых ведь для того, чтобы мы им подражали. Ведь то, что мы прославим святого, мы скажем, вот святой Георгий праведник, его загробное участие ведь не изменится. Или мы не скажем, может, мы сейчас это скажем, может быть, через сто лет, через пятьсот лет даже были случаи канонизации святых, а что до этого он у Бога не прославлен, что ли? Ну, конечно, нет. Он прославлен у Бога и находится в Царстве Небесном. А зачем Церковь акт о канонизации издает? А затем, чтобы мы, видя жизнь этого святого, подражали ей. И это внушает, знаете, определенный оптимизм в том смысле, что далеко не все святые прославлены. Далеко не те, кого Церковь еще не прославила, они не являются святыми. Что мы все призваны к святости. И каждый человек должен к этому стремиться. Вот я, по-моему, апостола Павла, что если на человека не сходит Дух Святой, то он может не сходить. Одному он дарует искусство проповеди, другому он дарует талант предвидения, кому-то он дарует дар исцеления. И человек в этом и живет, да, и становится в этом полезен, будем говорить, обществу, не только как сам, как личность. Но, батюшка, скажите мне, пожалуйста, вот в нынешнее время современный человек может стать святым? Он должен стать святым. Я имею в виду вот не только в прославлении Господа и не только в своей вере, а вот тем святым, о которых мы сейчас с вами говорим. Понимаете, у нас, к сожалению, наверное, так можно сказать, представление о святости несколько изменилось. Мы же говорили о том, что первые христиане друг друга называли святыми, и нисколько они этим не смущались. Это было обычное, обыденное дело. Сегодня у нас понятие о святости, оно отдалилось от обыденности. Оно где-то там, даже вплоть до того, что на полном серьезе в православной среде дискутируется вопрос, а может ли человек спастись в миру? Может быть, для того, чтобы спасти свою душу, человек обязательно должен пойти в монастырь, принять монашеский постриг, или как вариант стать, например, священнослужителем, или что-то подобное. Так вот, мы должны изменить наше отношение к святости. Мы должны понять, что каждый из нас призван быть святым. А как это вы скажете? Ведь вокруг нас окружают столько соблазнов, ведь столько у нас вокруг различных испытаний. Ведь мы же ходим в те же школы, в те же магазины, в ту же среде мы находимся. Но, понимаете, если хорошо, возьмем мучеников христианских, увидим, что жили они в языческое время, что там было меньше соблазнов, их тоже было достаточно. В советское время новомученики-исповедники российские официально объявлено было безбожие, как государственные идеологии, что тут были какие-то иные условия ко спасению. Нет. Но человек искренне должен веровать, конечно, во Христа, это во-первых, а во-вторых, должен стараться искренне соблюдать заповеди. Каждый человек делает в своей жизни нравственный выбор, и этот выбор происходит ежедневно. И, соответственно, человек должен быть к этому готов и каждый день бороться, понимаете. Это мученичество, это неудобно бывает, это бывает где-то даже ведет к гонениям, а что сегодня гонений нет, сегодня гонений есть. Попробуй-ка пойди против общего течения, да, заяви, что ты, например, не пьешь в пятницу вечером на рабочем месте, или все воруют, а ты скажи, что ты не воруешь, понимаете. Все это есть. Вот в этом и проявляется святость. И к святости мы призваны все, а без святости уже тогда не надо петь со святыми у покой. Короче говоря, святость – это очередные страдания, очередные муки, впрочем, на какие нас и определил Господь. Ну, подождите, Господь нас определил на духовную радость, на бытие с Ним, на общение с Ним. А если человек хочет общаться с Богом и соединиться с Богом, то это радость духовная. Но другое дело, что к этой радости мы приходим очень часто через страдания, потому что мир несправедлив, к сожалению. Разговор у нас, по-моему, получается интересный, отец Дмитрий. Следующая наша передача будет посвящена тоже святым, но конкретно нашим русским святым. И я думаю, мы наш разговор и продолжим в следующей передаче. Такая передача с продолжением. Поэтому, дорогие телезрители, мы с вами, конечно, прощаемся, но на неделю. Потому что через неделю мы с вами поговорим о наших русских святых. А сейчас всего вам доброго. Спасибо, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова